В каждом районном центре будут обновлены системы водоснабжения и водоотведения. Такую задачу поставило правительство республики. Девять районов уже подготовили проектно-смертную документацию. Работы планируют начать в 2022 году. Этот и другие вопросы обсудили на совещании по развитию системы водообеспечения. В прошлом году в Чувашии отремонтировали около 190 водонапорных башен и водозаборных скважин. На эти работы было выделено 170 миллионов рублей. Реконструкция продолжится. При поддержке правительства планируется ввести в эксплуатацию и модернизировать около 100 объектов водоснабжения и водоотведения. В их числе подготовка документации на модернизацию системы водоотведения в селе Шахазаны, в городах Ядрин, Мариинский посад, Цивильск и других. Финансирование будет выделяться тем районным центром, где на данный момент уже готова проектно-смертная документация. Типовые проекты должны стать основой системы качественного водоснабжения в республике. Для реализации этих вещей мы с вами должны вырабатывать типовые решения, типовые технологии. Потому что, очевидно, если мы с вами будем проектировать кто во что гораст, где учитываются разные технологии, как в Шахазанах, нерасчетные мощности, которые превышают необходимый объем, или сейчас у нас в Порецком районе тоже попытка отстоять завышенные мощности, то, коллеги, мы с вами заранее говорим о том, что мы вкладываем бюджетные средства, а дальше будем генерить убытки. В рамках региональных проектов «Чистая вода» и «Оздоровление Волги» будет дан старт строительству группового водовода южных районов республики и отчистных сооружений в селе Порецкое. Из федерального бюджета на эти цели планируется привлечь более 650 миллионов рублей. Очередная реконструкция идет сейчас на биологических очистных сооружениях. Там будут использоваться новые технологии очистки сточных вод. Новое сооружение позволит собирать до 40 тысяч тонн мусора в год. В будущем он сможет очищать до 100 тысяч кубометров воды в сутки.